Всем привет и добро пожаловать в Dead by Daylight. В Храме Тайн очередное обновление и на этой неделе представлены следующие навыки, которые можно приобрести. Причем, кстати, один из навыков довольно-таки дорогой. Хотя нет, смотрите, они в рекламке у себя указывали 2700 радужных осколков за этот навык, а в Храме Тайн он продается за 2000. Это, возможно, у них на картинке была ошибка, либо все поругали их и они решили исправить стоимость данного навыка. Ну, перейдем ко всем навыкам вообще, что же у нас на этой неделе представлено. Одолжное время обучающий навык Вильям Овербек. Равновесие обучающий навык Джейн Ромеро. Порча контроль толпы обучающий навык Трюкач. Яркое пламя обучающий навык Кошмар. Навык «Одолжное время» обучающий навык Вильям Билл Овербек. Вильям является базовым персонажем, соответственно, нужно просто прокачать немножко Вильяма и не обязательно за него играть. Нужно просто его прокачать и открыть данный навык. Данный навык довольно-таки популярен, полезен, интересен. Все в зависимости от ваших сборок, от ваших билдов и от игр. Если вы играете в рандомные матчи, то данный навык иногда может сыграть и злую шутку, потому что, в принципе, зачастую люди не понимают, что вы их снимаете с часиками, и они не подставляются, не помогают, а просто убегают в наглую и оставляют вас на дне с маном. Если вы не очень хорошо бегаете, то все шансы вместо того игрока, которого вы спасли, вам отправятся на крюк. Соответственно, в билде, если вы играете в сыгранной команде, да, согласен, этот навык полезен, интересен. Но если вы играете в рандомных матчах, то этот навык 50 на 50, как повезет, в зависимости от понимания ваших тиммейтов, в зависимости вообще от того, как ваши тиммейты играют. Что же он сам по себе дает, этот навык? Ну, и так понятно, да, должное время. То есть он вам дает, точнее, он дает спасение союзника от повешения неожиданно, наполняет вас энергией. После снятия выжившего с крюка, этот выживший получает эффект стойкость на 8 секунд. То есть, грубо говоря, вы снимаете с кого-то с крюка, он бежит, если ему дадут хит, то он получает ранение и убегает дальше, но он не ложится и не отправляется сразу же на крюк. Все зависит, опять же таки, от маяны, туннелит, не туннелит, прячется рядом, кемпит, не кемпит и так далее, там подобное. То есть, в принципе, данный навык позволяет вашему тиммейту, если вы его сняли с крюка, какое-то время продержаться и куда-то подальше убежать, либо вообще скрыться и убежать, если повезет, либо, по крайней мере, чуть-чуть подольше побегать и дать время всей команде, позаводить гены или, не знаю, сделать что-то еще. Поэтому, в принципе, навык хороший, интересный, один из топовых навыков, но все зависит от стиля игры вашей команды, от понимания вашей команды и с кем и как вы играете. Второй навык равновесие обучающий навык Джейн Ромеро. Джейн Ромеро открывается за дужные осколки, то есть ее можно открыть за радужные осколки, не покупать ее, но она не является базовым персонажем, соответственно, если у вас нету Джейн Ромеро и по какой-то причине не хотите ее открывать, другие навыки ей не нравятся, а этот навык вам по какой-то причине интересен, вы можете приобрести данный навык. Данный навык достигает цели, вы набираетесь уверенности. После починки генератора вы не оставляете следов трещин в течение 6 секунд. Причем самое главное, что, если я правильно понимаю, то после починки любого генератора любым суром, то есть как только какой-то генератор чинится, вы не оставляете следов трещин и можете куда-то скрыться, убежать, особенно если вы находитесь в преследовании, то есть вас преследует ман, вы пытаетесь убежать, вам это может помочь, то есть, грубо говоря, даст дополнительные 6 секунд преимущества перед маном и, возможно, вы его обманете и убежите. Ну, не знаю, может быть, это ошибка, может быть, баг, глюк и так далее, но я играл в нескольких играх с этим перком, и он работал тогда, когда кто-то заводил генератор, когда я еще не дозавел свой генератор. Так что, в принципе, в данном случае, на мой взгляд, довольно-таки своеобразный интересный перк. Он не супер вообще нужный и полезный, но в какой-то степени иногда может довольно-таки неплохо помочь. Ну, а в остальном, сами смотрите, опять же-таки, в зависимости от вашего стиля игры. Если у вас там, например, какой-нибудь стиль стелсовый, да, то по большому счету, ну, в принципе, в сборку пригодится. Равновесие довольно-таки, ну, прикольно. То есть, вы заводите ген под носом у мана, куда-то отползаете, и он даже не понимает, куда вы делись, потому что вы, в принципе, можете убежать, и у вас нет никаких следов трещин, вы не просто поползете там или прокрадетесь, а вы просто убежите, и никаких следов трещин нет. Это здорово. Что же касается навыков заманов. Яркое пламя, обучающий навык Кошмар. Кошмар, опять же-таки, он приобретается, он покупается, открывается, причем открывается он за денежку, он не открывается за радужные осколки, бесплатно его не дают, соответственно, вам нужно тратить денежку, чтобы приобрести данного персонажа, данный характер. Если у вас нет данного характера, если у вас нет Кошмара, Фреддика, и вы хотите данный навык, соответственно, вам стоит его приобрести. Страх потерять жертв наполняет вас злобой и заставляет продолжать охоту. Каждый раз после того, как выживший восстанавливает генератор, пламя в месте разгорается сильнее. За каждый отремонтированный генератор вы получаете плюс 3% бонус суммируется к скорости следующих действий до конца матча. Поднятие, бросание, преодоление препятствий, поломка генераторов и досок. То есть, грубо говоря, вы получаете небольшое преимущество до 9% или, там, я не знаю, за каждый отремонтированный генератор 3%. Это получается, что если 5 генов сделают, то у вас будет 15% что ли, да? Но, в принципе, довольно-таки неплохо. То есть, вы быстро будете перелезать. Вы можете вообще использовать для разных манов, которые довольно-таки, у которых длительная анимация, да? При поломке досок, при лизании. То есть, в принципе, в зависимости, опять же-таки, от вашего мана, от стиля игры и остальной сборки, данный навык может очень сильно помочь. Опять же-таки, если вам нужно куда-то добежать в конце матча, и вы не успеваете, а тут прирост скорости на 15%, и вы такие, бах, и успели вообще куда-то перелезти и кого-то догнать. В целом, не самый топовый навык, не самый интересный и полезный, поэтому, ну, поскольку-поскольку, в зависимости от вашего стиля игры, мана и вашей сборки. Что же касается навыка Порча Контроль Толпы, обучающий навык Трюкач. Трюкач, опять же-таки, он приобретается, по-моему, за радужные осколки, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, но, по-моему, он приобретается за радужные осколки, так же, как и Ильичи. То есть, их можно приобрести, не тратя никаких денег, либо купить пак Киллол и получить двух персонажей, от Выжившего и Трюкача, собственно, мана. Что же дает нам навык Порча для надлежащего управления стадом из низших существ. Сущность на 14 секунд блокирует оконный проем после того, как через него быстро перепрыгивает Выживший. Порча действует, пока не уничтожен соответствующий тотем. В принципе, здесь, ну, не знаю, как и любая другая Порча с Тотемом, все зависит от того, где, как, насколько удачно заспаунился Тотем с Порчей. Если он заспаунился где-то в открытом месте, и, в принципе, ну, его видно, он в легком доступе, его могут заметить, вообще элементарно могут заметить, на проходной какой-то тропке он там стоит, то долго он там не простоит, как бы Вы не пытались его защитить. И, в принципе, ну, не, конечно, если Вы будете только вокруг него бегать, тогда, окей, да, если Вас кто-то будет водить вокруг него, ну, Вы потратите все время, пока там все Гейнс заведут, и ничего толком от этого, собственно, от этой Порчи Вы не получите. Поэтому, в принципе, как и с любой Порчей, которая зависит от Тотема, которая, который спавнится где-то, да, тут как повезет, где заспауниться, и насколько быстро будет обнаружен Суруми, если они там с карты специально не бегают, и не защищают всю карту от Тотемов, то, в принципе, как вариант, Вы сможете воспользоваться преимуществами, которые дает данный навык. Но по большому счету ничего особо интересного нету. То есть, блокируют оконный проем. Ну, хорошо, Вы можете бамбузл использовать, Вы можете использовать какие-то другие навыки, да, которые, когда Вы перелезаете, блокируется оконный проем, что, в принципе, тоже неплохо. Тут надо, чтобы через него быстро, не перелез медленно, а быстро перепрыгнул сурф, да. То есть, тут еще условия есть, чтобы он не тихонечко перелез, а быстро перелез. Если у Вас окошко где-то на расстоянии находится, он перелез тихо, у него все еще остается окошко в распоряжении, он может им воспользоваться, бежать вокруг, поводить Вас и перепрыгнуть через окошко еще раз. То есть, тут, грубо говоря, на самом деле раз на раз не приходится и как повезет. Поэтому я не считаю данный перк, данный навык каким-то супер удивительным, уникальным, полезным и очень интересным. То есть, это такой средненький навык и опять же таки все зависит от Вашей сборочки и от везения на спаун тотема. А на этом, пожалуй, все. Что касается навыков в Храме Тайн, всем спасибо за просмотр и всем пока увидимся в Тумане.